То, что у меня уже есть, обладает для меня большей ценностью, чем то, что мне еще нужно получить. Если представить любое животное, и если оно перестанет ценить пойманную добычу и будет больше интересоваться добычей бегающей, то эту добычу у него кто-то слямзит, а он будет дальше бегать там безумно. Поэтому, если что получил, держи вообще просто, ни за что не отпускай. Это твое, это очень высокая ценность. Очень смешной был эксперимент, сейчас я не вспомню имя психолога. Он сажал двух мальчишек за стол с двух сторон и давал им четкое задание, что они должны друг друга ударить под столом ногою, но с одинаковой силой. То есть один другого бьет с силой N, а другой должен ответить ровно с силой N. Как вы думаете, чем это заканчивается? Заканчивается тем, что удары кратно растут после каждой серии, и дальше в стол взлетает, и мальчишки друг другу бьют физиономией. Почему? Потому что когда меня ударили, чувство боли не такое. оно больше, я же пострадал, своя рубашка ближе к телу, и ответный мой удар, он оказывается больнее. Вот застелили, например, кровать. Это же подвиг. Ну так, надо напрячься, встать, встелить, двигать, подушку покладывать, взбивать и так далее. Это же большое дело. Ваш партнер, как думаете, счастлив по этому поводу? Боюсь, что нет. А надо быть счастливым. Потому что человек инвестировал в ваши отношения в два раза больше, чем вам кажется. Ну, ему кажется в два раза больше, чем вам кажется. В общем, короче говоря, важно хвалить, благодарить, любить, ценить. Субтитры сделал DimaTorzok